Всем привет! Меня зовут Карина Гришина и я представляю глянцевое издание журнала Искью. Сегодня мы пришли в СтопАптеку побеседовать с Евгением Куром. Он расскажет нам секреты омоложения, как жить без боли и как здоровье связано с красотой. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в гостях у Евгения Прудкова и у журнала Искью будет очень много интересных вопросов по поводу деятельности Евгения, в частности, СтопАптеки. Женя, привет! Здравствуйте, Карина! Можно уже на «ты», потому что мы уже не раз встречались. Карина у нас тоже ученик СтопАптеки. Относительно, да? Чуть-чуть, уже начала. Пошел первый сдвиг, как говорится. Пиздив точно начался. Женя, давай сразу перейдем к вопросам. И у меня вот первый вопрос по поводу омоложения, так как он все-таки интересует не только мужчин, но и в первую очередь женщин. Вот расскажи, пожалуйста, как вообще достигать омоложения, кто к тебе приходит, кто действительно добивается каких-то первых самых результатов. Как это все происходит? Тема омоложения пришла в мою идею довольно-таки недавно, год назад. Потому что очень много лет я занимался на тему восстановления, на тему реабилитации здоровья. Я тоже занимался тяжелыми случаями, тяжелыми заболеваниями. И в свое время я очень сильно устал и понял, что я не получаю с этого удовольствия, наслаждения. И мне гораздо интереснее заниматься красотой. Красотой и, самое главное, естеством. Потому что я не люблю эти дополнительные методики, косметологии, какие-то пластические операции, какие-то БАДы, жиросжигатель. Я считаю, что тема омоложения и тема здоровья относительно все одно и то же. Потому что когда человек здоров, он визуализирует, у него солнечное сияние от него исходит, от него исходит позитив. То есть здоровый человек – это красивый человек. И по-другому быть не может. Потому что, как говорится, сгладить все свои изъяны, какие-то дефекты, какими-то дополнительными косметическими средствами, это все равно не поможет. Потому что если женщина, например, очень сильно больна, как бы она не использовала косметику, какие бы она макияж не делала, у нее не будет луча света в ее глазах. И она не будет привлекать, например, мужчину. Потому что мужчина будет чувствовать в ней тоску, слабость определенную. И что, опять же, даже на инстинктивном уровне он не будет чувствовать в ней мать для своего ребенка. Потому что все равно мужчина ищет все-таки, как говорится, женщину, которая может дать хорошее потомство. Здоровая и, соответственно, красивая. Поэтому тема омоложения в ступоаптеке один в один идет с темой здоровья. Здоровый человек, красивый человек. Поэтому в последнее время я сделал большой упор именно на омоложение. Во-первых, я заметил, что люди выздоравливают и заниматься своим телом для того, чтобы поправить свое здоровье, они очень сильно демотивированы. То есть как только отпускает боль, они заканчивают курс, так и не дойдя до конца, до истины, до цели, до повышения качества жизни. Когда человек хочет стать красивее, он практически каждый раз идет до конца. Особенно женщинам очень нравится выглядеть прекрасно, чтобы мужчины хотели эту женщину, хотели видеть ее женой. И также мужчинам очень хочется быть тоже, быть мускулистым, без жировых отложений, улыбчивым, красивым парнем. В любом возрасте. Потому что нет понимания старости, возрастной. Потому что в 20 лет можно быть внутренними органами и мыслями на 70 лет. И 70-летний мужчина или женщина может и внутренностями и мыслями чувствовать себя на 15-16 лет. То есть это все доказано. У меня немало примеров того, есть на канале YouTube, есть люди, которые до сих пор посещают периодически стоп-аптеку. Не потому что я им не помог, а потому что они хотят все время поддерживать эту красоту и молодость. Поэтому тема омоложения сейчас в школе эффективного омоложения стоп-аптеку занимает самое главное назначение и назначение. Расскажи, пожалуйста, были ли такие случаи, что к тебе приходили люди, которые после каких-то пластических операций ты что-то исправлял? Или действительно они употребляли какие-то БАДы, у них начались сложности? Были такие случаи? Понимаете, эта тема очень сложная, ее раскрыть. Это нам не хватит даже часа съемки целой дня. Ну, приведу пример, если люди хотят очень быстро на жиросжигателях похудеть, то, конечно же, они очень сильно убивают свое здоровье, в том числе страдают почки, неправильный лимфообмен. И рано или поздно, когда у них заболевают почки, устанавливают пилонефрит какой-нибудь, может быть неправильный обмен веществ, липомы вылазят, жировики в таком плане. Они прекращают пить эти препараты, то ли это спортивные, то ли это БАДы. Соответственно, происходит еще больше отечность, еще больше проблем, еще быстрее они набирают свой вес. И потом, соответственно, наступает тупик и пауза. И все заканчивается. Это тема красоты, опять же, врачебно-медицинским подходом, который тоже в моих мыслях и в моей практике, и так же, как я много раз доказывал, имеет, опять же, отрицательный момент. То есть тема медицины, это очень такая вот тоже каверзная, не хотелось поднимать сегодня, но я против медицинского подхода. Если взять примеры пластических операций, например, вот мне нравится ей лопоухость, допустим, сделана операция. В дальнейшем, когда приходят эти женщины, я вижу, что у них наступает ранняя глухота, у них хронические атиты, уши шелушатся в угревой сыпи, в прыщах и так далее, и так далее. И они же женщины, которые имели, допустим, мушки чуть выпирали, на них подрезали пластически. Но потом они их опять прячут волосами, потому что, вы сами понимаете, да, прыщавые ушки в угрях шелушатся не очень красиво. Поэтому ничего не добились, кроме того, как опять спрятали свои ушки, только при этом еще и колоссальный ущерб здоровью нанесли. Опять же, лопоухость я могу и так убирать с помощью физиопрактических техник. Опять же, если проблема ушей, это проблема почек. Если уши у нас лопоухие или какие-то зогнутые, значит, проблема почек, надо работать, в первую очередь, с почками. Налаживать не только их необмен веществ, но и вообще правильную постановку, согласно анатомически их принадлежности. Если я вспоминаю случай, когда людям не нравятся носы, опять же, это может быть и мужчина, и женщина, потому что, например, кому-то большой нос, да, скажем так, ему он не нравится, у женщины большой нос или горбинка, у них это брать, то же самое, это хронические гаймориты, нос не дышит, нос в угревой сыпи, то же самое прыщики. И я не вижу вообще смысла в этом, потому что пусть он будет носик чуть-чуть с горбинкой или большой, чем он в угревой сыпи, в прыщиках, которые не дышат, и человек разговаривает через нос. Поэтому одна, понимаете, проблема косметическая, она нагнетает проблему, другую уже хирургическую, а потом еще медикаментозную, опять коллапс. И при этом нос продолжает, опять же, не дышать, потому что, опять же, проблемы носа, опять же, решаются вопросом геометрики. Есть процедура, у меня называется геометрика лица. То есть это пластика, но, опять же, без медикаментозного подхода, чисто мои руки и знания. И, опять же, можно менять носовую перегородку, можно менять объем носа. Пускай это чуть-чуть медлительнее, чуть-чуть, может быть, неприятные какие-то ощущения, но зато это без побочных эффектов. И параллельно еще раз уточню и скажу, что тема здоровья и красоты одно и то же. Налаживая красоту того же носа, я налажу здоровье, и будет дышащий не только красивый носик, но еще и правильно работающий, и на многие года и века без последствий. Вот вам пример типичной пластической хирургии, и у меня таких примеров очень много. Хочу еще добавить, допустим, за пластической хирургией для увеличения объема груди у женщины. Когда они приходят, у них начинается воспаление, какие-то устанавливают рак, воспаление, какие-то масти, мастопатии. То есть очень колоссальные кисты вырастают, какие-то свищи образовываются. То есть это такой колоссальный вообще ущерб здоровью. В итоге они все равно вытаскивают свой силикон, и вы сами понимаете, да, хирургические операции, какие-то остаются шрамы, аномалии. Только еще мало того, надо подумать, очень часто это делают в молодом возрасте, не имея детей, надо подумать, как вы будете потом кормить своих детей этой грудью. Потому что тоже столкнутся проблемы, опять же, с полноценной жизнью ребенка. То есть еще раз я подтвержу, что вообще все эти методы пластических хирургий, как и косметологии, те же ботоксы и так далее, все это, извиняюсь за выражение, обман и бред. Поэтому никому не советую, не повторяйте ошибки чужих. И опять же, прислушайтесь моему опыту, опять же, опыту моих учеников. Опять же, все исправимо это в дальнейшем, но опять же, это все намного длительнее, намного все затяжно, намного все дороже, и опять же, лучше не прибегать таким мерам, потому что лучше чувствовать себя комфортно и красиво, и когда у вас полностью здоровые органы, вы ровными становитесь, ваш опорно-длительный аппарат ровный, тогда из вас опять же сияет энергия женская, или, допустим, от мужчины, он мужчиной становится, и тогда вы привлекательнее становитесь, и вам не нужны никакие косметологи, косметики, даже губная помада. Мужчины будут вас всегда хотеть и любить, как настоящую женщину, как естество, как в тех же сказках про Василису Прекрасную, про Аленушку, да? Они же не пользовались ничем, правильно? Растили длинные волосы, они же не красили волосы. Поэтому они у них и не сидели, и не выпадали раньше времени. То есть все приходит к одному, когда мы пытаемся обмануть природу, мы получаем обратный эффект. Вот как-то так вот. Согласна. А вот интересный такой момент. Вот, например, пришла женщина, да, которая после пластики, или, например, тебе приходилось, скорее всего, работать с такими людьми, потому что, да, твоя работа – это все-таки еще, наверное, момент психологической какой-то помощи, правильно же ведь? Вот как женщинам, да, которые действительно сомневаются в себе, возможно, какие-то комплексы, как им вот принять себя, как им бороться с тем, что они себя не принимают, хотят что-то изменить, и действительно, да, полюбив себя, да, чтобы их полюбили окружающие. Ну, ну, первая часть вопроса, как делать, если после пластики они приходят. Что самое интересное, когда они приходят после пластики, то ли это на ушки, то ли это на носик, они запрещают трогать это место, оно аномально больное, они говорят, нет, 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 не трогай, или после тех же ботоксов, не надо, не надо, ты мне жидкость разгонишь не туда. То есть понимаешь, что это психологическая реально травма и обман для этого человека, потому что это же комплекс, комплексы еще усиленные, еще больше хирургии, то есть человек еще больше в блок загоняется, и он не хочет работать с этой болезнью, назовем это болезнью и болью, да, но когда начинаешь плавно, человеку раскрывать, что он себе носит, что такое естество, какие последствия, что надо для этого сделать. Когда я показываю на примере других, что происходит, когда я показываю на примере людей, какими они могут становиться красивыми, со временем проходит несколько процедур, они начинают замечать себе столько изъянов, столько аномалий, которых не замечали ранее, и их не ушки или носик кажется вообще ерундой, они понимают, что на самом деле не это главная была задача, а задача была полностью обновиться и улыбаться, а не ходить то со слезами, то с тоской, то с грустью и так далее. И очень хорошо работает такая система психопрактики, то есть я применяю ее в рукопашном бое, потому что у меня комплексный подход, здесь все виды тренировок, все виды массажных процедур и так далее. И очень хорошо применяется этот момент видеосъема, как сейчас. То есть каждый раз, когда я женщину показываю, визуализирую, особенно обратной камере, когда они видят на себя и смотрят, они же не могут себя воспринять, они стесняются, они прячутся. Их очень сложно уговорить засняться на камере, дать отзыв, например, о стоп-аптеке, что было, что стало, очень сложно. Но каждый раз, когда я их уговариваю через силу, опять же через силу, как через силу, для меня это несложно, но человеку очень сложно преодолеть себя и выступить на камере, потому что комплексованный человек, он и есть первый пациент медицины и косметологии. И когда он на камере выступает, он разговаривает, он разговаривает, и он видит себя в камере. Я учусь всегда воспринять себя такой или таким, каков ты есть. И когда он воспринимает, он видит здраво, как он выглядит, он видит здраво свои недостатки, и я ему говорю правильные методы и подходы, как их устранять. Опять же, очень сильная мотивация происходит при первых победах. Например, человек приходит, говорит, вот мне нужно вот это, вот это. И когда у нас первые сдвиги, тогда он начинает верить в это, потому что он должен на себе это ощутить. И у нас идет дальше все колоссальный, колоссальный успех. И приведу пример, например, что женщина в 40 лет, через несколько месяцев она выглядит на 30. То есть, что мужчина в 65 лет, он не понимает того, что у него становится мускулатура через полгода такая, которая не была даже со времен школы или подростков, или в армии и так далее. То есть, он понимает, что все реально, и это и есть большая мотивация. Вот это идет большая, во-первых, психологическая работа. Но опять же, психологическая работа, она всегда скрывается под физической болью. Я нахожу эту боль, устраняю, человек раскрывается, ему легче, и идет работа, как говорится, усиленная, уверенная и правильная. С результативным исходом событий, говорится. То есть, получается, что возраст не имеет значения в преображении? Да, нас, понимаете, у нас система обманывает. Например, вот мое представление 10 лет назад было, если 50 лет, значит, нужно уже эта бабушка, эта дедушка, нужно уже готовиться к чему-то, это уже ничего неинтересного. Если взять с ведических культур, что чела – это лицо век 100, чела – век – это лицо на 100 лет. То есть, та же ведическая культура говорит, что человек может жить 100 лет. Конечно. Но если опять же оттолкнуться от религии, если взять Старый Завет, Ветхий Завет, то мы понимаем, что на самом деле жили и в 300 лет, и в 700 лет, и в 500 лет, и отцами становились так же в 500, и в 300. Тот же Моисея сколько лет прожил? Очень много лет, да? То есть, это прописано, это видно. То есть, даже тут нас ограничивают возрастных рамков, и говорят, что человек больше 100 лет, фактически создан, чтобы жить 100 лет. Но если основываться, опять же, на опыте других, интернет сейчас глобальная, да, цивилизация, можно увидеть, что есть 80 лет выглядеть, на 40 вполне молодо. Есть мужчины, которые 90 катаются на горнолыжных курортах, там, да, на серфинге занимаются и так далее. То есть, все это реально, главное в это поверить. По моему пониманию, школа эффективного омоложения, стоп-аптека, да, по моему пониманию, это есть только не возраст, основываясь на цифрах, сколько тебе лет, 20, 30, 40. Есть только процессы искажений в геометрии костей и суставов. Чем больше человек искажен при каких-то обстоятельствах негативных, пусть это травма, пусть это генетика, пусть это родовая травма, пусть это врачебная ошибка и так далее, настолько же он и стареет. То есть, опять же, возвращая опорно-двигательный аппарат, тот же скелет, делая его ровным, и органы встают на свои места, он омолаживается. И я понимаю, потому что у меня много примеров, которые есть преклонный возраст, есть 80 лет, есть 70, есть 60. И еще раз говорю, я не говорю, что возможно одной рукой провести, сделать его молодым. Для всего надо трудиться. Если 80 лет он ничего не делал, надо понимать, что порой надо годы, чтобы помолодеть. Но, скажем так, есть люди, которые ходят у меня год, периодически, пусть не каждый день, раз в неделю, кто раз в месяц, но мы видим, что они не стареют за эти годы, они молодеют, и реально они чувствуют себя так и визуально, и внутренне, как в 40 лет, как в 30 лет. А порой они делают такие вещи физкультурные, спортивные, что никогда в жизни это не выполняли. И они начинают понимать, что, оказывается, они даже и жить не начинали. Я так считаю, если у всех кто-то думает, что 50 лет это уже возраст, надо подумать о чем-то, то мне кажется, что 50 лет только мудрость начинает возрождаться, человек только-только созревает, начинает. Как и, например, первые импульсы для мужчин, они приходят 30, но это юднец все равно, он только вступает в свою взрослую жизнь. То есть та же система навязывает 20 лет быть мужчиной. Ну как это возможно? Это же нужно столько пройти, это столько познать. Поэтому нет возраста в цифрах. Есть возраст в здоровье и, опять же, в красоте. Красивые ровные черты лица, красивая геометрия костей, он будет жить постоянно. Если правильно восстанавливать вовремя, если есть смещение, убирать, он практически никогда не будет стареть. Конечно же, все зависит от возможностей человека, от его веры. У всех возможности разные. Также душа разная, как и дух. И сила воли тоже разные. Поэтому я не могу сказать, что всем можно жить 300 лет 500. Не всем. Но те, кто реально верит и к этому стремится, делают все не только через желание, а через труды. Все реально, все возможно. И процессы вообще старости, они не существуют. Это, опять же, прописано больше медицины. И опять же, этой же медикаментозной методикой все ускоряется, все процессы. То есть, вот как-то вот так, как еще раз повторюсь, все просто от слова роста. Все сложно от слова ложно. Поэтому, когда мне человек говорит, да это сложно, я так не смогу. Я говорю, это просто, и ты так сможешь. Это все опять самообман, опять же, вызванный какими-то негативными энергетическими силами. Об этом мы поговорим позже, может быть, в другой раз. Женя, расскажи, пожалуйста, про свой канал на Ютубе, потому что каналы есть у многих, но твой канал уникален. Мы это знаем. Вот расскажи для тех, кто еще, может быть, не знает и не знаком, в чем его уникальность? Идея создания канала Ютуба у меня возникла 3 года назад. И опять же, основываясь на том, что очень сильно... Вот люди привыкли, если деньги отдать за зло какое-то, за алкоголь, да, за женщину, там, за какую-то вкусную еду, за какую-то роскошь, это нормально. А отдать деньги мастеру за его труды, за свое здоровье, это значит, это грешник, то есть он от Бога, он должен лечить бесплатно, он должен помогать. Бесплатно в таком плане. У меня сразу возник вопрос. Вот все так вот говорят, а мне вот интересно, а вы сами бесплатно работаете, или вам реально бесплатят? Я просто не понимаю вообще этих значений, поэтому, чтобы не было вот этих тычков, что я якобы помогаю за деньги, хотя мне тоже надо существовать, развивать тоже YouTube, у меня есть семья, у меня много детей, да. То есть, если бы могла система и государство обеспечить им хорошее будущее, да, институт все это, я бы делал все это бесплатно. Если бы мне дали это помещение бесплатно, я бы делал бесплатно. Но никто же бесплатно это не дает. Поэтому, чтобы лишний раз от общественности мне уйти, я честно, открыто подарил все свои знания на канале YouTube. Я записал практически все свои знания, которые, почему не все, потому что некоторые знания неприменимы для простого народа, там должны делать хороший профессионал. Но даже те знания, которые я подарил, за которые я также платил огромные деньги, за которые я также приобрел путем опыта того же хирургического вмешательства, того же фармацевтической той же деятельности, сколько я вообще болел, сколько я лечился, это было миллионы затрат, на самом деле, все впустую. И реально я только умирал от этого вот всего лечения дорогостоящего. Поэтому я просто взял и бесплатно людям записал все ролики на тему, как помочь самому и своим близким самостоятельно, не прибегая ни к каким дополнительным финансовым вложениям. Самое главное, это вера в Бога, вера в стоп-аптеку, вера в себя, и самое главное, это труд. В этом смысле. Потому что не смотреть, а поможет на завтра, чтобы трудиться. Поэтому я создал канал YouTube и записал все свои знания, чтобы мне не говорили, что целитель должен лечить бесплатно. Я просто подарил знания бесплатно. Руки есть, голова есть, если глаза не видят, уши слышат, делайте, повторяйте, все будет хорошо. Поэтому мой канал уникальный, потому что я буду первый в истории, кто раскрыл все знания остеопатии, знания массажа лечебного, знания каких-то там природных очищений, знания природы, я буду первый, кто раскрыл простым языком от слова «ростом». Подарил все знания, человек смотрит, делает. Я точно войду в историю, как человек, который подарил всем правду и подарил многим, уже многим, это уже счет не на тысячи, даже на миллионы, здоровье, хорошее самочувствие. Это подтверждается большими отзывами, комментариями людей, опять же, видеоотзывами. Это постоянно тысяча благодарностей на почту и всяких соцсетях. То есть мне очень приятно, я понимаю, что я правильно иду этой дорогой. И мне воздастся этим Богом, это Богом, потому что я дарю это все открыто и не требую за это денег. И придут люди, которые дадут мне денег, дадут мне и энергию, и дадут мне развитие для того, чтобы я еще больше мог массово просвещать людей к правильному здоровому жизни, чтобы весь мир знал, что такое и как это работает, стоп-аптека. И уже близко-близко к этому, и на самом деле очень много стран уже подключились к этой идее, и на самом деле уже есть несколько центров, которые есть в СНГ, в России и даже в другом, в другой стране. Стоп-аптека продвигается, как говорится, все будет хорошо. Конечно, мы тоже в этом уверены, будем тем более следить за тем, как ты развиваешься. Вот расскажите историю, я потому что ее знаю, а те, кто нас смотрят, они не слышали об этом. Вот правда, к тебе же приезжало, по-моему, федеральное телевидение, да, и у них были какие-то сомнения по поводу того, что ты действительно умеешь делать, ты умеешь, как сказать, и вдохновлять, да, и лечить, и наставлять их на путь истинный. Вот, у них были какие-то сомнения, расскажи про эту ситуацию, потому что мне очень интересно. Каждый раз, когда приезжает ко мне телевидение, я рассказываю, в основном, моя задача не прорекламировать себя, а показать людям вообще, как все просто от слова роста, я показываю людям методики, я объясняю, как правильно кушать, как правильно заниматься спортом, я показываю операторам, режиссерам, что самое интересное, я вижу, что у них, я когда им рассказываю, это все, они меня уважают, я каждый раз вижу, а почему у них в глазах жалость ко мне, то ли я такой вот ни в чемный человек, почему жалость, и я потом понимал, что они выставят меня в таком цвете, они вырежут все вообще ролики, которые я людям дал, и так сфабрикуют, так, что они выставляют меня фанатиком настолько, что вообще просто, когда я показываю, как я делаю диагностику без УЗИ, МРТ, и выдаю всю информацию, что в человеке происходит, даже через одежду, он не ложится даже на стол массажный, он ничего не снимает, я стою за одну минуту, диагностирую, ты же тоже помнишь, да, это, я как ваш всю съемочную группу диагностировал, да, и даже вот это снимая, они не показывают по телевидению, потому что им нельзя это показывать, потому что это будет хаос, понимать то, что есть люди, которые видят то, что даже МРТ не рассматривают в таком плане, и поэтому мы снимаем сейчас этот репортаж, чтобы людям донести на самом деле, мы не центральное телевидение, мы как раз свободное телевидение, да, мы свободу проявляем слово своих движений, своих течений, и сейчас я просто могу, я знаю, что ничего не вырежется, да, и вырезать ничего не надо, потому что я даже не подготавливаюсь к никакой видеосъемке, не прорабатываю вопросы, у меня уже все ответы в голове, потому что они уже отточены, потому что я знаю, что я говорю правду, и чтобы меня не спросили через время, я все равно отвечу то же самое, потому что я не обманываю людей, я просто хочу, чтобы люди почаще открывали свои глаза на правду, они только смотрели центральное телевидение, где реально покажут именно то, что выгодно определенным лицам, государственным, да, и выгодно самим корреспондентам, потому что у них заказ протроллить, например, меня, и чтобы я не старался, они все равно из двухчасового ролика вырежут, и я даже идеально могу все рассказать, понимая того, что может ловушка, но это так, сделает телевидение, им 10 секунд хватит для того, чтобы выставить в обществе меня посмеющим, да, но даже когда им так удается, появляются такие люди, которые находят и мне говорят, неужели есть такие люди, и даже несмотря на то, что телевидение шифрует, то, что я хочу людям подарить, они понимают, потому что они, наверное, просвещенные, понимают, что меня выставили в другом свете, и они понимают и говорят, например, после последнего раза мне написали многие, говорят, тебе надо лишить отцовства, ты вообще урод, ты моральный, вот это, один написал, ты красавчик, вообще рад, что есть такие люди, другой написал, а что у Бутова есть такие разные люди, а где ты, Лев, он ко мне приехал, Лев, привет тебе, вот он приезжает в гости, то есть талантливый человек, до сих пор дружим, то есть даже я не буду говорить, что телевизиончики плохие, потому что хороших людей они тоже ко мне привели, на самом деле, и им за это спасибо, потому что каждый раз, когда они пытаются меня как-то уделать, я каждый раз становлюсь умнее, и я понимаю, что даже им скоро не удастся вообще выставить меня на другом свете, и будет постоянно идти простые истинные слова, просто от слова роста. Слушай, давай тогда вернемся вот к теме красоты и здоровья, насколько это связано между собой, как вот людям действительно донести, чтобы у них не только было, это да, вот как вот в рекламе, да, съешь йогурт, и тогда ты преобразишься, потому что какая-то певица это сделала, какой-то актер, а действительно, чтобы человек это принял? Понимаете, в 21 веке многие даже не понимают вообще, что такое здоровье, как, вот, например, все на Мадонну смотрят, такой-то крем, такой надо крем, ну, ты не понимаешь, что Мадонна чистый сыроед, у нее очень колоссальная диета, у нее массаж два раза в день, у нее график, общение с природой, фауной и так далее, все думают, что это пластическая хирургия, это какие-то крема, малыш, в таком плане, то есть, вот таким обманным способом, например, вот я не ем мясо, например, мне когда говорят, во, мужчина должен есть мясо, тогда мне интересно, да, мужчина должен есть мясо, это самец, он вас возбуждает, и так далее, а почему же вы тогда смотрите на Бред Питт, и все рты открываете, а он же тоже викторианец, тоже Ричард Гирт, он тоже викторианец, почему вы, у вас мужчина, да, восприятие мужчины, но он не ест мясо, вы даже сами не знали об этом, потому что вам не интересно, да, то есть, красота и здоровье, поймите, индустрия медикаментозная, да, или та же косметология, она любым обманным путем, вообще, расскажет вам, подскажет, что это полезно, это нужно, все в таком плане, опять же, для продвижения своих определенных целей, поэтому, еще раз повториться на том, на тему красоты и здоровья, я рассказал в первом вопросе, да, в чем разница, я просто приведу пример, вот она вся на фыреные, накрашенные, губы такие все, но у нее запах изо рта, и не льем, или и желчь еще запах, вот, это же уже отталкивает, будет мужчины, какая бы она красивая ни была, от нее идут запахи, а запахи, потому что у нее, допустим, хронический гастрит, или допустим, у нее какой-то гепатоз, токсикоз печени, может у нее не работает внутренний орган, раз, почему, может те же зубы больные, но ее не поможет косметика, ее внешний вид, если она больна, и как она может вообще радует мужчины, допустим, у нее болит, ну допустим, что-то, гинекология болит, ну и зачем ей большая грудь, если она не получает удовольствие от занимания, например, любовью, да, с мужчиной, если от нее, опять же, какие-то идут искажения, она, ну не получает удовольствие, мужчина чувствует, что не получает удовольствие, как ей поможет красота получить удовольствие сексуальное, Или, например, как она может человека, допустим, или он стимулировать, если он красив все внешнее, он красиво оделся, нафуфырился, вы причесались в таком плане, а у него, допустим, болит зуб. И опять же, женщина-мужчина, кого любит в первую очередь? Позитивных людей, которые с хорошим настроением, у них свет в глазах, он улыбается, общается, какие-то эмоции ловит, там красоту описывает, какие-то драйв, события, энергия. Но у него болит зуб, и как его можно с ним контакт ловить? Он сидит и молчит. А ему говоришь, ну улыбнись, а он улыбается, это искусственно, потому что у него зуб болит, он не может улыбаться. Ты ему говоришь, давай потанцуем, он танцует с тобой, как робот, без энергии, но он не может никак быть красивым, потому что что-то болит. Поэтому, если у человека болит, он не будет красивым, он не будет привлекать. Когда человек здоров, он будет привлекать вообще свои энергии, ему даже не надо красивые одежды тратиться на какое-то золото, на какие-то косметики. Он энергии своей, я по себе скажу, я бывший военный, я в свое время, когда я чувствовал прилив энергии и сил, я просто в зеленке, фуфайке, я мог так диалог завести. Там дамы из высшего общества, просто такие все цаццы, они хотели видеть меня мужем, хотя я фуфайке был одет, потому что у меня энергетично было. И я сам же понимаю, когда у меня что-то болело, какие-то органы крутило, как бы я красиво не одевался, я не мог заинтриговать человека на какие-то деловые диалоги, допустим, деловые по бизнесу. Я не мог его замотивировать, он чувствовал, что у меня не энергия, а демотивация, он чувствовал во мне не позитив, а негатив. То есть это прямая взаимосвязь, то есть вы должны не улучшать свою красоту, конечно же это тоже очень важно, человек аж по одежке встречает, а провожает по уму. Но это относительность ерунда, потому что если человек обладает колоссальным здоровьем, однозначно у него будет успех не только в личных отношениях, но и в бизнесе, и в карьере, и так далее, и так далее. А если он еще и накладкой искусственно добавит красивую одежду, красивую обувь, хороший парфюм, подкрасит губки, сделает еще более румяней, да, ну пусть там какой-то там макияжик легкий, вообще не перекрашенный. Будет кашу маслом не испортить, как говорится, хотя кашу не советую есть, потому что, знаете, говорят, у тебя каша в голове, или у тебя каша в голове, ну то есть вы послушайте, что это за поговоркой, вы поймете, что кашу я не рекомендую есть, чтобы у вас в голове каша не была. К тому же вареная каша очень вредная в старину и в Руси, и вообще раньше люди ели пророщенные зерна, и это называлось кашей. Сейчас мы варим с молоком, которое уже химическое, уже с антибиотиком, которое вы кипятите, вы едите творог, вы считаете, что у вас будут белые зубы после него, они у вас наоборот осыпятся. Вы думаете, что нужен кальций, но вы забываете, и опять же даже медики знают, что лактоза после трех лет жизни не усваивается. И это аммиак, это водород, который вытянет кальций из ваших костей. Поэтому, если вы варите кашу, вы варите глютен, клестер, еще и кипятите молоко, которое с антибиотиком, опять же, да, с дойных коров, которые бедные для этого и созданы, в которые каждый через сосок, он с маститом. И никто не смотрит, что там откачивает аппарат, вы все это, вы знаете, это же давно известно, что молоке пипетка гноя, да. То есть, не будем о плохом опять рассказывать, да, но кашу есть не советую, вот, если любят кто-то каши, если уж вы хотите каши есть, ну и тогда ешьте хотя бы рисовые на воде, или гречневые на воде. Не зря же, кто болеет, гречневую кашу на воде. А знаете почему? Знаешь почему? Почему? Потому что это единственные два вида зерна, которые не имеют глютена, или очень мало имеют. Но клестер есть, клестер – это клейковина. Овсянка – самая смертельная каша. Я вам докажу. Вот вы когда варите кашу, овсянку, хоть на воде, хоть тем более на молоке, вы оставьте там ложку на сутки, а потом вы видите, что вы кастрюлю поднимете за ложку, и она не вывалится с каши. И когда вы съедаете, у вас не только голова склеивается, но и все кишки и органы. И вы хотите после этого, чтобы у вас был нормальный стул, чтобы вы избавились от запоров, от полип, от кис в желудке. Такого тоже не будет. Поэтому мы затронем же тему питания, да, чуть-чуть? Затем, затронем. Это будет следующий вопрос, или уже сейчас надо было? Можно прямо сейчас затронуть. Я думаю, что многие, кто сейчас смотрит, немножечко испугаются, потому что я знаю, что овсянку едят практически все. Вот, как и я когда-то, потому что я был известный фитнес-тренер. Я ел овсянку на обед, я ел суп на курином бульоне, на ужин я мясо ел с овощами большими. Есть старый ролик про правильное питание, когда я еще был в той форме, в Сиядине. Я не назову его плохим, потому что люди, которые употребляют все, майонезы, алкоголь, и то есть все жареное, для них этот ролик идеально подойдет, потому что он удовлетворяет все ваши потребности. И минимально разрушать будет здоровье, никаких ломок и так далее. Вопрос для тех, кто испугался, потому что все думают, что стоп-аптека, она вот у такие, заставляет не есть в таком плане. Я уверяю, никакого человека я не заставляю не есть. Когда я выставляю правильный опорно-движительный аппарат, и когда я налаживаю работу внутренних органов, человек сам интуитивно, природно отказывается от пищи, плохой и вредной. Как ребенок, он не ест мясо, вы сами ему тыкаете. Я сам вспоминал, когда ребенок мой выплевывал мясо, но мясо же нужно, это белок. Вы же все помешаны на белке, на кальции, на омеги-3, на B12. Вы думаете, что ему это надо, но он выплевывает. Вы думаете, что вы больше знаете ребенка, который биологически с природой больше всего. Вы это не знаете, я даже сам помню, как я брал мясо, он выплевывает мой ребенок. Я брал кусочек мяса, прятал под помидоры, засовывал. Он жевал помидоры, а потом исплевывал мясо. Я брал тоненькие кусочки, незаметно помидор вкатывал, чтобы ребенок не замечал. А потом мы думаем, откуда же ребенка ротовирусная 40 температура. Мы все лечим антибиотиком или гасим. А не от той лесадьбы, котлеты или от твоей котлеты рыбной, которые ты отравил трупным ядом, когда ты ему холеру даешь в таком плане. Я понимаю, что это дико звучит. Это дико звучит, потому что вы всю жизнь думали, что это правильно. Вы прививаете детям любовь к животным, коровка, свинка, это. А когда ребенок видит убийство животного на его глазах, он не понимает, а где правда, вас призывают к любви, а он видит насилие, убийство и кровь. Это такой сложный период, но вообще это тоже сложный вопрос, отбрасываем его. На тему страхов, что стоп-аптека вас заставить не есть, никого я не заставляю не есть. Мне когда спрашивают, а что мне есть, а я говорю, а ешь все, а не как все. А я говорю, когда ты станешь здоров внутри, более-менее, твои органы вернутся к естеству природному, и у тебя отказ от пищи будет плохой, тебя потянет больше на фруктики, тебе хочется меньше есть на таком плане. Но если даже человек спросит, Жень, распиши правильное питание, я просто смотрю, визуализирую, сколько у человека бактерий, патогенных, неправильных. Хотя бактерий никаких в человеке не должно быть. Нас обманули с этими бифидолактобактериями, патогенами, потому что в человеческом организме, кроме как H2O и определенных минералов, ничего не должно быть. Ничего, он должен быть чистый, это человек, это чистая вода должна быть. Поэтому, когда я вижу человек, вот он пучный, он большой, да, вот он реально, вот не сможет он, как я, перейти на полупрана или на моноедение одни фрукты, он не сможет. Я понимаю, это проблема, это вот, тем более у него нет возможности ходить ко мне постоянно. Я понимаю, я знаю, что у каждого человека будет свое измерение. Кто-то будет викторианцем, кто-то лактовикторианец, кто-то будет сыроед, кто-то моноед, а кто-то дойдет до уровня прана, когда он откажется вообще от еды, к чему я вообще стремлюсь. Поэтому, согласно вашим предпочтениям, вкусовым качествам, вашим привычкам, я распишу любому человеку такую диету, которая удовлетворит все его потребности при минимальной потере здоровья и при максимальном приобретении энергии. Вплоть до того, если человек уж настолько категоричен, я распишу ему отличную спортивно-медицинскую диету, где он будет кушать согласно системным правилам, и где, опять же, с моей корректировкой, чтобы он сильно не умирал и не старел. Все просто от слова роста. Поэтому у меня персональный тренинг-центр. Персональный, даже само название, потому что я всегда знал, что персональный человек обучить гораздо легче, чем по групповому. Я видел по примеру тренерства, когда ходили на групповые занятия, мальчики, девочки годами одни и те же. Ну, как было брюшко у них, так и осталось. Как был второй подбородок, так и осталось. Всегда вы хотели потные, уставшие, ой, какой калорий жжок. Но я годами видел одних и те же, и они не худели и не здоровели. Но персональный тренинг видел я обратное. Я ускорял такие процессы. За месяц они делали то, что за годы на групповых не делали. Я создал персональный тренинг-центр, где основывается на системе питания, на разных видах массажных процедур, опять же, с обучающим эффектом. Даже спорт я даю с обучающим эффектом. Я создал спортивный бергономик, который, это необычный фитнес. Я учу людей приседать правильно, дышать правильно, отжиматься правильно. Потому что я уверяю, когда вы придете ко мне в спортзал, вы поймете, даже вы, тренера, поймете, что вы 90% делали неправильные упражнения. Поэтому у вас травмы колени, травмы поясницы. Поэтому у вас грыжа живота, дисплазия живота, потому что вы неправильно пресс качали, неправильно дышали и так далее. Поэтому я создал персональный подход, где я человека беру под свое крыло и вообще сформировываю весь его образ жизни, начиная от питания, спорта, заканчивая правильной походкой. И как ему даже правильно, надо духами душиться. Вот ты скажи, Карин, кстати, вот как ты его духами? Ну, есть места, которые как будто... Ну, покажи, как будто ты его душиться, сымитируй. Вот здесь вот. Пальчиком делаешь? Или вот этой вот? Самым или пальчиком делаешь? Ты как, намазываешь на пальчик сначала? У меня, которая опрыскивает, да? Опрыскивает. Ты прыскаешь на пальчик? Да, да. Потом покажи, где ты делаешь. Вот здесь, вот здесь. На височке. Ну, где у нас пульс, да, активный, чтобы запахи, феромон и так далее все воспроизводил, да? Потом шею, конечно. Ну, бывает волосы, прическу так раз, раз, в общем-то все. Другими словами, мы пытаемся помазать именно там, где у нас большое количество лимфосистемы скоплено, да, лимфоузлов. Где как раз и исходят запахи неприятные, где большое потоотделение, да? Очень часто люди делают переизбыток тех же запахов. Я вам советую вот так пшикать не на пальчик, а пшикнуть вот сюда. Вот так легко пшик. Сделать три движения. И вот так. Все. И тогда будет мягкий, аккуратный шлейф. Без переизбытка, без какого-то. Все в таком плане. Это, например, это просто связано с обычными духами. Я смотрю, как вот они ходят. Во-первых, я учу правильно ходить, потому что правильная походка и правильная постановка стопы тоже влияет на наш опорный деятельный аппарат. Потому что даже правильной ходьбой можно, человек правильно будет ходить. Ему не потребуется никакой спорт, он выровняется. И опять же, правильная походка, она красивая. Все просто. Если человек неправильно делает даже в зале упражнения, оно некрасиво смотрится. Если он правильно приседает, грациозно, там красиво, там привлекает внимание. Если неправильно, там как собака в туалет ходит, я это называю, да, например. То есть вот она взаимосвязь прямая, да, вот в таком плане, вот на все ответы. Вот расскажи, пожалуйста, когда к тебе приходит человек, приходит к тебе человек, люди приходят, да. Каждый со своей энергией, каждый со своим посылом. Вот как не перенимать на себя? Это, в принципе, сейчас ты поделишься, как и людям, да, в каких-то ситуациях действовать. Потому что бывает так, что мы с негативом где-то столкнулись и так далее. Вот как не принимать энергию других людей на себя? Три года назад я столкнулся с огромной проблемой. Я столкнулся с таким колоссальной потерей здоровья, потому что массажными процедурами, спортом я занимаюсь довольно-таки давно. Но с 19 лет у меня начался стаж тренерской карьеры, с 19 лет. И я когда тренировал людей, а потом начал массировать, я больше не знаниями работал, заставляя человека что-то делать самому. А больше энергетически я любым способом пытался ему помочь, чтобы ему стало легче, да, чтобы он поверил в себя. Я насобирал столько болезней, это все болезни мира. У меня реально были камни в почках, камни в печени, у меня был рак прямой кишки, у меня были различные кисты, головные боли. Я человек убираю головную боль, у самого адская боль, у меня болела поясница. То есть всем тем, чем я занимался, я сам болел. Закончилось тем, что я приобрел даже псориаз от человека, которого принял недавно, все в таком плане. И когда я залез в интернет и стал по всем специалистам сильным, они мне такую ерунду рассказывали. Я прям понимал, что они во мне видели конкурента, они мне такую чушь рассказывали, как мне на первый взгляд показалось. Теперь я понимаю даже, что не только конкурента они видели, они сами не знали ответов на этих вопросов. Они просто уходили в глухой блок, кто жирный становился, пустой вообще, молча массирует или тренирует, кто дрищ такой становился, вообще в негативе, злой, гонка за деньгами и так далее. Я не нашел ответов, я искал в религиях, искал там в каких-то способах, в умываниях это. Кто-то говорил, у тебя там синдром первого мединститута, там типа вот сам загнался. Но бумаги, которым все опять же верят, показывали, что у меня все это есть, это не загон. И тогда я реально, я стал искать в ютубе в то время, где, может, есть информация, нигде это не было прописано, как реально избавиться вот прям вот таким вот, не было ролика. И хорошо, что я недавно заснял этот ролик. Если вы зайдете в ютуб и напишите, как не перенимать чужих болезней на себя или перенимать чужих болезней на себя, вы попадете на мой ролик однозначно, потому что он идентичный в этом плане. Потому что я его записал, опять же, людям, чтобы и такие люди, как я, встретившись с этой бедой, не повторили моих ошибок. В чем я нашел истину? Я нашел, во-первых, я ушел больше в веру в Бога. Я стал молиться Богу чаще, я стал просить прощение, все в таком плане. Понятия Бога различные, в разных религиях его описывать по-разному. Я назову, что Бог един, во-первых, я не хочу ни с кем спорить, ничего. Я думаю, что мы все братья и должны дружить друг с другом. И верующий человек, какого бы он Богу ни подчинялся, если это законная вера, религия, да, пускай принята, вообще принята, она правильная, потому что он явно больше к нему будет доверить, чем вообще называется атеист, там, я вот это, вот это, мат, ругать и так далее. Поэтому, как я пришел? Система голодания, раз. Потом, опять же, мировоззрение стал менять, я стал тушить какие-то обиды на каких-то людей, что кто-то не отблагодарил, кто-то там не оценил и так далее. Это глобальная работа над собой, но, опять же, система сроведения и моего голода, это одно из моих главных назначений, где я избавился от перенимания чужих болезн на себя. И, опять же, появляются люди, вот 10 человек уходит, спасибо, ну, допустим, ну, они оценили, но они считают, что раз они денег дали, значит, все, короче, дальше это не надо благодарить. И кто-то, наоборот, негатив нагонит, да, там, вот не выдержит душа поэт и на полпути соскочит, да. А кто-то один из тысячи появляется, и он так ценит мои труды, он так вдохновляется, тем более он всю жизнь, когда лечится, 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 у официалов, у неофициалов, он уже потерял доверие. И когда я ему доказываю, что я могу, и доказываю, что все реально, нет, ничего невозможно, когда у него успехи, он такую сильную энергию, ну, ты же представляешь, Карина, всю жизнь негатив накапливал на всех, а тут он приобретает то, что он всю жизнь мечтал свободу. И он так улыбается, он такой позитив мне дает, что я так заряжаюсь просто от него. Я не разряжаю его, просто от него такая энергия идет, что не надо его разряжать, она просто питает все, цветы распускаться начинают, усиленно расти все начинает. И он мне дает такую энергию, что я компенсирую все затраты на этих патологичных больных, которые вообще в хлам, где даже медицина не берется, как говорится, а я берусь. Я на себя это беру, но зато, опять же, я, они не хотят мучиться, а я потом за эти же деньги мучаюсь, я вычищаю из себя все, я чувствую боли, эмоциональные боли, страхи, обиды за людей, я все это перерабатываю, обрабатываю, замаливаю за них эти грехи, хотя они должны это делать. И приобретаю опять энергию. И опять же приобретаю энергию от таких вот высокодуховных людей, которые реально, они талантливые люди. Я заметил, чем больше болезни, чем в человеке, тем, значит, больше в нем как отрицательных качествах, как и положительных качествах. И когда ты берешь этот негатив и перевариваешь позитив, он вообще просто дарит такой тебе позитив, сколько всем врачам, людям не дарил. Я от них заряжаюсь. Вот сейчас я тоже опять жду этого человека. Вот чувствую, я уже два месяца работы, работаю, панцирь покрываюсь, устаю, 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 жду августа, что на турбазу скоро поеду, на речку, природу, людей соберу. То есть для меня нет понимания выходного или праздника. Для меня понимание, когда есть... Ну ты что, у меня каждый день рабочий день. Для меня главное менять пространство. Когда я рядом с природой, я не работаю, я отдыхаю. Даже если я физически работаю. Вот поэтому я людям советую, если вы уже столкнулись с перениманием, если вы специалист медицины, косметологии, если вы цирюльник, потому что все то, что вы даете людям, красоту, здоровье и так далее, вы перенимаете в любом случае. Я вам рекомендую не браться за те проблемы, за которые вы не уверены. Не надо браться. Если ты уверен за эту проблему, берись. Если ты не уверен, ты все равно будешь перенимать. Не беритесь за слишком патологичных людей, которые не имеют какого-то там представления об этикете, о слове «здравствуйте», «добрый день», какую-то солидарность. Еще так тоже не беритесь за этих людей, это бесполезно. И каждый раз голодуйтесь, поститесь. Если вы мусульманин, живите по своему посту. Если вы христианин, живите по своему посту. Потому что это тоже умные книги, все продумано, схематично, не просто все так. То есть не загрязняйтесь. А если вы после человека грязного, который всю жизнь ел алкоголь и ел шашлыки, ничего кроме этого не делал, и вы после него будете вытягивать, идти дальше сами, бухать, жрать, извиняюсь за мой жаргон, вы сами должны понимать, вы не специалистом не станете потом. Вы вообще умрете еще быстрее, чем ваш пациент. Поэтому, если я что-то сейчас недорассказал, смотрите мой ролик «Перенимание чужих болезней на себя». И я там более подробно рассказал, с чего начиналось и как вообще можно этим противостоять. Кстати, очень популярный ролик в YouTube. Пускай он длинный 30 минут, но он пользуется большим спросом, успехом. Потому что таких людей, как я, их очень много. И они тоже хотят жить. И когда они заболевают и понимают, что даже их метод не помогает, а не помогает, вы понимаете, есть самопомощь, есть помощь страны. Можно себя пощекотать, но щекотно не будет. А вот ты пощекотаешь, мне щекотно будет. Да? Как и много примеров. Можно самостоятельно спортом заниматься, вроде же будет сдвиг. А можно с тренером, с хорошим. А вот чемпионы мира, они же все знают, мастера спорта, международного класса. А почему у них 5 тренеров? Он же все знает, что он сам не занимается. То есть каждому учителю нужен свой учитель. Так как по перениманию болезни на себя каждому специалисту, он тоже свой специалист. Но так как у меня очень серьезные патологии, я занимаюсь людьми, таких специалистов, как я, я не могу найти. Или у них такой очень сильный уровень, или они очень далеко, что я физически не могу и материально добраться до таких людей. Поэтому я помогаю самому себе максимально, насколько могу. Но тем не менее, то тем не менее, даже обладая такими знаниями, энергиями, я все равно чувствую, что перенимаю и постепенно старею, старею, старею. Кстати, поэтому я перехожу больше на омоложение, нежели на какие-то патологические ситуации. Потому что омоложение это омоложение. Человек с другим настроем приходит. Вот. Не как патологичный. Да. Другие задачи. И я по-хитрому делаю его тоже здоровым. Даже не замечая вначале, но как-то вот так. Потому что еще раз повторюсь, здоровье, красота это мы тоже. Если я не сделаю человека здоровым, он никогда не станет красивым. И я не уберу его изъяны. На той же коже и так далее, и так далее. Вот. Все просто, ладо слово, просто. Я думаю, что все посмотрят ролик 30-минутный, а мне будет интересней в такой момент, кто больше к тебе приходит, мужчины или женщины? Раньше, когда я только, допустим, большой массаж я делал редко, но больше я был фитнес-тренер. Довольно-таки всегда большая загрузка была. И когда мужчина приходит к фитнес-тренерам, я был всегда сухощавый такой. Я не сказал бы, что я такой был слабый, но очень я атлетично выглядел. Но если приходил мужчина, допустим, он смотрел, или молодой парень, да, он смотрел на огромных бодибилдеров, на качков, но они сами не понимали, что это все спортивное питание, которое искусственное, тоже плохих проблем вообще потом соберет. Это гормональные препараты и так далее. И они визуализировали, думали, раз большой тренер, и все мальчики хотят, и юноши, и мужчины быть мышечными огромными. Они думают, что в этом счастье и здоровье. Они все хотят быть похожими на со-тренера. В основном мужчины уходили к тренерам таким бодибилдером или каким-то силовым видом спорта. А женщины, опять же, сравнивая огромного бугая, 140-килограммового или 120-килограммового, и смотрев на меня, 85-килограммового или 80-килограммового, смотря когда, в каком я уровне был, они видели, какой я стройный, соответственно, визуализировали, хотели быть тоже стройными, чтобы были рельефными, энергичными и так далее. Или, опять же, кто больше любил единоборство, потому что я преподавал армейский рукопашный бой, ко мне приходили на единоборство, где я, опять же, соединял с силовыми видами спорта. Потому что человека встречают по одежке, провожают по уму. Мне возможности не было проводить по уму, потому что тренеров встречали по одежке. То есть по ему огромный внешний вид. Поэтому в свое время женщин было у меня 70%, мужчин 30%. В последнее время при создании стоп-аптеки у меня откорректировалось и примерно 60 женщин, 40% мужчин. Женщины гораздо лучше учениками становятся, чем мужчины. Вот как-то вот так все интересно. И опять же, все-таки, ты же сама понимаешь, что все-таки, наверное, мужчина это мужчина, все-таки мужчина это отец, какой отец небесный, наш бог, он же мужчина. Все-таки женщина должна приходить на тренировки, как и на процедуре к мужчине, нежели к женщине. К тому же, если это тяжелая атлетика или какой тяжелый труд, не каждая тренер-женщина, она может подстраховать какие-то, допустим, мужчина, он сто от груди хочет сжать. Ну, какой тренер-женщина сможет страховать ему 100 кг? А вдруг это приседание будет 200 кг? Как она сможет подстраховать? Здесь поэтому однозначно, что на ваш ответ, да, сейчас у меня больше все равно женщин, но корректировка как-то уже почти 50 на 50. И в последнее время, опять же, все зависит от видеороликов, которые я скидываю в YouTube. То есть если у меня идет поток женщин, то значит женщины ко мне придут. Если я поток запускаю мужчин, видеоролики, отзывы, какие-то тренировки, приходят мужчины. То есть в принципе психологически, энергетически и намерениями я могу позвать любых ко мне, что мужчин, что женщин, это все будет зависеть от моего желания. Но мое желание больше все-таки работать с кем? С женщинами. Женщинами, конечно, потому что женщины все равно красивее мужчин, они более покладисты и так далее, и так далее. И меньше зубы показывают, и все в таком плане. Поэтому женщин пока что больше. И приглашая больше женщин, на самом деле. Как-то вот так. Все просто, от слова роста. Точно. А, кстати, заметила такой момент, что, как говорится, настоящим женщинам им тоже комфортнее больше работать с мужчинами, чем с женщинами. Это очень интересно. Такая параллель. А вот скажи, пожалуйста, причинно-следственная связь родителей и дети. Вот момент, когда, например, к тебе пришли с больным ребеночком. Вот как это, связано ли действительно это между собой? На эту тему я заснял такой очень тяжелый психологический ролик. Называется «Откровение Пруткова Евгения» на тему ДЦП, аутизма и так далее. То есть, очень часто, это не часто, это постоянно, причинно-следственная связь она присутствует. Как и на генетическом уровне, как и на психологическом. Когда приводит ко мне ребенка ДЦП аутиста. Я в этом ролике, кстати, все рассказываю. Найдете его, посмотрите. Бабушка, она уже больна. Это очень часто приходит бабушка, дочка, внучка. Ну, то есть, мама, дочка, дочка, дочки. Бабушка, как я говорю, вот так, больна. Дочка бабушки очень больна, а внучка бабушки и дочка дочки совсем плоха. И чтобы мне вот этот круг менять, мне надо начинать с бабушки, потому что, когда я начну работать с ребенком, но мама не поймет, что я имею в виду от нее, потому что она не поменял свое мировоззрение, она не поменял образ жизни, она не проходит реабилитацию у меня. Она будет так же кричать на своего ребенка, она будет так же травить своего ребенка. Если даже она в себя возьмет руки, бабушка заберет внука, отравит его, или бабушка настоит дочке или сыну, скажет, не води его к нему, потому что она закоренела из своей системы. Это прямая точная взаимосвязь. Грехи родителей всегда передадутся на детей. Это будет постоянно продолжаться, пока сам Всевышний не остановит этот кармический круг. Он просто сделает или бесплодным этого человека, или он его сделает просто бесплодным, или он его просто создаст несчастный случай, или это будет какое-то, ну, не будет продление рода вот такого человека. Поэтому, если вы хотите, чтобы ребенок ваш был здоров, вы должны начинать самого себя, потому что ваши эмоции это эмоции ребенка. Если вы счастливы, вы обнимете ребенка, ребенок счастлив. Если у вас в голове тараканы, вы кричите, вас бесы живут, вы и будете кричать на ребенка, и ребенок такой же патологичный будет. Вы свою нереализацию пытаетесь навязать ребенку, но вы забыли, что ребенок индивидуум. Не должен Карин похожим быть на тебя. Может он хочет музыкантом быть, а другой хочет быть танцором, а другой качком. Да это ихний выбор, пусть они хотят, потому что что бы вы ему не навязывали, вы только исказите. Он от вас отблокируется, вы не будете ему другом. Это не бесполезно ему запрещать что-то. Поэтому все индивидуально тоже надо смотреть, что ребенок как. Не навязывайте своей нереализации ребенка. Пусть он по-своему что-то ищет, пути свои. Вы навяжите ему любовь, которая вам не досталась. Вы лучше не повторите ошибок, которые повторили с вами родители. Как, например, мои родители водили меня по хирургам, по каким-то учреждениям, еще что-то. Я, конечно, понимаю, что они сами были обмануты, прошли эту дорожку. Но я теперь не хочу, чтобы мои дети прошли этот путь. Я им даю знания только правильные. Они у меня уже дети маленькие, 8 лет, 5 лет, 3 года. Год. Вот эти 8-5 лет дети, они уже у меня остеопаты, они уже целители. Я их научил уже многому. У меня уже дочка уже диагностирует, уже показывает, где что болит. Я уже ее обучаю. И говорю, дочь, вот это вот от этого, вот это от этого, это от этого. Она вроде слушает, я понимаю, она своей не прошла те же грабли. Но когда она будет наступать на эти грабли и будет ловить эту атаку граблями по лбу, или когда видит с близких, она будет вспоминать, чему папа учил. И будет понимать, а папа был прав. И она применит эти методы, потому что они уже готовы на ладони, все в таком плане. И я стараюсь свои грехи не повторить на детях. Грехи родителей не повторить на своих детях, потому что, понимая, это кармический круг, его надо все равно менять. Если ты поленился и не исправил свои грехи и передал ребенку, значит, ребенку надо исправить грехи и твои, и твои. Иначе он передаст и твои грехи, и свои грехи еще ребенку. И потом он патологичного ребенка родит, или вообще не родит, или тот ребенок рот не продлит. Все равно придется кому-то рано или поздно карму эту менять, и чем больше она накапливается, тем будет хуже вообще восстанавливаться другому человеку, потому что видоизменять можно все практически, неважно родовая ли это травма или постродовая, неважно когда родовая травма получила, если ты травму получил в 30 лет, и ты ходишь с больными коленями, с больной поясницей, и ты хочешь зачать ребенка, ребенок приобретет эту патологию, и 100% он родится, у него уже гипертонус. будет в квадрицепсах, например, или в икроножных, у него уже будет поясничный тонус, то же однозначно это передается, то есть тут опять вариант, или ты меняешь карму ребенка, допустим, выздоравливаешь, чтобы у него не было это, да, или изначально ты сам выздоравливаешь, а потом зачеваешь ребенка, поэтому причинно-следственная связь, однозначно даю 300%, она есть, хотя я сам в это когда-то не верил, то же потому что, если я раньше работал на физической форме больше, то сейчас я на духовной больше перехожу, потому что физика это все хорошо, но надо вспомнить, что для начала Бог создал именно что он сказал, то есть сначала было создано слово, а потом дело, поэтому я сейчас больше ищу проблему человека, если у него какая-то болезнь, еще что-то, я его не лечу, потому что лечить бесполезно, я просто восстанавливаю его, да, я его омолаживаю, это разные вещи, я ищу, почему у него заболело колено, или почему у него шея болит, может у него нагрузка какая-то психологическая, и когда я начинаю работать с болями, он выкрикивает человек, ту мысль, которая его спазмировала, и я понимаю, что ошибка была такая-то, или его, я говорю, да ладно, это же все просто, я не обижаюсь на него, это вот это, да ладно, это вот так, но со стороны проще порой, а просто человек не может посоветоваться с кем-то, он идет к психологу, психолог сам системный, он сам на транквилизаторах 90%, они сами психотерапевты ко мне приходят, потому что они сами больны от этих людей, они вроде научились по системе их вроде как лечить в кавычках на таблетках или как-то временно, да, а сами принимают на них болезни от них, а потом приходят ко мне, задают вопросы, удивляются, поэтому слово сначала должно быть, да, и помнишь, что ты рассказывал, что слова состоят из букв, буквы из звуков, почему я тоже рекомендую делать какие-то звуковые вибрации, например, звук, он почки стимулирует, звук, он стимулирует бронхолегочную систему, да, например, звук, это носоглотка, просвещение, это мозг, то есть я сейчас даже перехожу к таким мелодиям, я уже создаю мысленно, что скоро я создам азбука звуков, где человек будет звуковыми вибрациями вылечивать себя сам, даже без массажных, без спортивных процедур, ты же будет вылечивать, много же систем есть, там дыхание какое-то, цигун, там дыхание такое-то, они там каждое название придумывают, да, ну ты же реально это работает, да, но опять же, мы оттолкнулись, да, что слово стоит из звуков, поэтому надо больше вибрирует и издавать звуки, и поэтому, когда человек приходит ко мне, я не только физические воздействия заставляю самого трудиться, да, но еще я, опять же, словами, неправильными звуками, я налаживаю его структуру, потому что, когда человек уберет какие-то обиды или агрессии на кого-то, или нереализация, он становится улыбаться радостным, он розовые щечки, его кровь начинает циркулировать и защелачиваться, и это тоже есть очень хороший успех, ну ты же, в хорошее настроение человек уходит, он уже сияет, вот она красота, или когда улыбка наоборот, он в такой мешке под глазами, он обиделся, понятное дело, он будет страшно, или когда ты зареванная, ты же не такая красивая сейчас, там такая баба-яга, это все так, и что теперь вот она зареванная, все, о, страшно, да она просто эмоционально зареванная, а если бы она была радостная, юморила, она бы красивая была, ты же, порой даже не надо прибегать к какой-то там пластике, даже не надо в стоп-аптеке обращаться, если есть рядом человек, который вдохновляет, и ты будешь летать, ты будешь счастливый, все, в таком плане, вот, женщинам, кстати, советую волосы не состригать, 2 см раз в полгода, 4 см в год максимум, вот, и не красить, потому что, когда вы красите, вы уже не питаете через волосы ультрафиолет, поэтому волосы, еще раз повторюсь, будут опадать и так далее, для чего волосы, я тебе тут раз говорил, для женщины, вот и мужчины, зачем на голове волосы? Защитить. От чего? От нижних факторов. Каких? От ультрафиолетов вредного? Дождь может быть, ультрафиолет, не знаю, вот дождь, наверное, да, там что-то, о чем защитить, так же влага, влага кислотная, она все равно попадет туда, пропитает волосы. Ну, изначально у нас волосы же выросли. Вот видишь, вот, потому что надо духовно мыслить, это, ты же цветочек, да, и это твой бутон, это центр, да, это тычинка, волосы. Волосы, запомните все, почему и мужчины отращивают, да, волосы, и женщины, потому что это связь с Богом, и чем длиннее у тебя волосы, чем ты чище и больше с Богом контактируешь, Бог дает тебе энергию, в физической форме взять, солнечная энергия хорошо всасывается через твои волосы, и ты вдохновляешься энергией, а потом, даже если мужчина лысый на голову, ты подаришь ему энергию, не от себя, который зарядишься от солнца. Интересно. А борода, знаешь, зачем нужна мужчина? Нет. Не знаешь? Нет. Борода – это связь с предками. И когда человек думает и хочет найти идею, эврику какую-то, вот мне какая-то сложная задача, я не могу найти ответ и посоветоваться ни с кем. Я вообще ни с кем не советуюсь вообще в последнее время. Я принимаю решение сам. Интуитивно, если все понаблюдать, как стартся отращивают, когда они выносят мудрую мысль, они что делают? Точечно, да. Они гладят. И я заметил, когда я ищу ответ, я глажу бороду. Опа! Вот так надо сделать. Потому что предки подсказывают, они говорят, Жень, а ну-ка вот так, вот так сделаю, вот так, вот так. Поэтому я сейчас в последнее время отращиваю бороду, да? Вот. Как-то вот так, в таком плане, не обязательно такую длинную растить. Но главное, чтобы у вас что-то было. Вот. А кто знает, а может, я не прав, может, ее надо, как вот многие святые, отращивать длинную. Может быть, там я буду отрывать абракадаброчек. Желание загадывать, да? Ну, кто знает. Ну, как бы вот факт с рефактом, просто мне хочется быть не только мудрым, просвещенным, но и опрятным чуть-чуть. Вот, опрятным. Не бриться под станок вообще, потому что разделение полов должно быть тоже. Потому что вообще бритье придумали это еще с Древнего Рима. Вот. В таком плане, чтобы продвигать своеобразный гомосексуализм, и чтобы мужчины больше похоже на женщины становились. Потому что это глобальная тема, то есть мы давай лучше не будем затрагивать, а то сейчас все военные на меня там, да. Опять же, военных, это кто научил бриться? И кто? Петр Первый. Который не наш, которого подменили вообще. Потому что наш Петр Первый, он сам был с усами, с бородками. А приехал, когда в Голландию свита съездила, вернулось сколько человек. Это такая тема, вот тоже человек в железной маске, помнишь? Да. Это наш Петр Первый был. Потому что его спрятали, боялись, что славяне поймут подмену. Но они не подняли подмену, потому что он сразу приехал, жену свою ссылку сослал, она его не признала после Голландии, да. Всю свою свиту казнил, повесил. Потому что он поменял вообще. Репу он вырубил, которые раньше... Они грешили тоже народ, но они репу в печечке томили чуть-чуть. При 40 градусах и кушали. Он взял картошку, завез, которой клубни ядовитые, как и сам крахмал, все это знают, да. То есть он взял табакокурение ввел. Он взял кабаки, открыл, когда раньше не было кабаков, потому что запрещено было. А знаешь, чему кабак называется? Потому что раньше иностранцы приезжали в Россию, где они бухали и прятались в каких-то вот для них сформировали, да, какие-то помещения, где они бухали в хлам. И когда они выходили, они падали в грязь и как свиньи в нем лазали. Их называли кабан от слова кабак. Это же кабаки, это потому что там свиньи собирались. А сейчас это у нас, понимаешь, да, смысл? И Петр Первый взял, внедрил табакокурение, внедрил праздники в календаре, что в эти дни надо бухать. Он завез вино, да, табак. Он всем сбрил бороды. Хотя какие сильные вообще Русь была вообще там. Весь мир дрожал, татары, монголы, вообще никто не осилил. Сбрил бороды всем. В армию сделал 20 лет. Ты представляешь, что ты мужа ждешь 20 лет в армии? Вот он и развивается, гомосексуалист, дальше. Поэтому он их брил, чтобы они особо не отличались от женщин. Кто-то более похож и так далее. И это даже приветствовалось, потому что надо книги читать мудрые. Но не те, что в школе написаны. Даже в школе написанные книги, вы удивитесь, они написаны всеми вегетарианцами. Давай назовем математику. Пускай это Пифагор. Он вегетарианец. Эйнштейн вегетарианец. Великий психолог, да, философ, Синека, вегетарианец. Серьезно, все получаются. Ньютон, вегетарианец. Мария Пьер Кюри, вегетарианцы. Глеб Николаевич Толстой, литература на нем основывается, вегетарианец. В чем вопрос? Почему мы книги учим вегетарианские в школе? Вот вы даже операторы, вы это не знали. Вы же не знали это, не знали. То есть, я сейчас рассказываю о тебе, вот молодой парнишка снимает, да, и он рассказывает за качков, да, за тонеров. Я за тебя рассказал, и ты это услышал. Я это чувствую, потому что я умею чувствовать людей. Я вам рассказываю вещи за причину-следственную связь. Вы сейчас снимаете, стоите. И вы чувствуете, как с сыном и с вашими вы услышали мои вещи, которые я вам посоветовал. Вы увидели ошибки, какие вы сделали уже. Вы удивляетесь питанием, но тут же вы понимаете, глядь, что-то какую-то правду начинает говорить. Ну что, вы основывались на одном опыте, а я вам даю другой опыт. Как и книги в школе, которые написаны вегетарианцами. Удивительно, да? Как и все вот эти мощные артисты, которые просвещены, они все свои вегетарианцы. Мы хотим быть похожими на них, но когда мы узнаем, что они едят мясо, мы говорим, это обман. Они едят мясо. И сразу тогда кажется, да? Разве эти люди сильные не ели мясо? По которым мы научились и по которым в институтах учимся, неужели они такие глупые люди? А мы же они на самом деле что-то знали, что мы не знаем. Поэтому я когда узнал за этих людей, я вообще в шоке был. Иса, он не ел мясо. Все проповедники, монахи, они не ели мясо. Тот же Моисей, кормив людей мясом, он не ел мясо. Знаешь, почему Моисей разрешил мясо есть? Почему? Потому что люди, когда странствовали много лет по пустыням, они голодали, холодали. Они злились и брат брата убивали, потому что еще со времен Кая заложено было убийство, да? И они убивали, они, ну ты знаешь, когда злые люди, а что ты там, ты гля, уйди, а, ту-ту-ту-ту, смерть в злости. И он тогда взял, он даже не спрашивал разрешения у Бога, он сказал, Всевышний, я люблю людей, и я позволю им убивать животного чистого ради согрева своего тела и ради того, чтобы человек был сыт, ради того, чтобы он не злился и не убивал близкого, а убивал животного. Потому что человек выше животного, да, любого для Бога. И что он увидел? Когда люди стали резать животного и видеть кровь, они добрее стали? Нет. Они стали в 2-3 раза больше убивать людей, они стали в 2-3 раза больше болеть, потому что жертва, когда убивает животного, он кричит, он визжит, он, он, и все эти эмоции в кровь попадают, эти окислительные процессы, память, все в крови, человек съедая мясо, он такой же агрессивный становится и ловит страхи. Потом вы думаете, откуда у меня вот эта паническая атака? Да вы переели мясо, которого животного забили, его мучили, сначала тащили его там сколько-то километров, потом избивали его, мучили, а потом резали на живую. Поэтому вы, съедая мясо, даже не замечаете, какие-то страхи ловите, а потом Женя мекает страхи, а ты что ел сегодня? Да биштек с утра. Ну, то есть, столько ей тонкости, что люди не понимают, и они на меня смотрят и думают, что я что-то там, какую-то ерунду говорю, что типа это надо есть, это надо. А я еще раз скажу, вы на ком учились? Почему тогда, допустим, даже медицину, кто вообще прописывает, кого они прописывают, вот медицину, как его зовут, я забыл, медицину, как? Авицен, Искулап. Авицен, Искулап и Гиппократ. Они же не ели мясо. А что они говорили, когда человек болел? Заберите у человека пищу, дабы он выздоровел быстрее. Да, да. Конечно, вы понимаете. Потому что настолько все обмануто, запутанно. Мне даже на эту тему интереснее поговорить, нежели даже рекламировать свою стоп-аптеку. Потому что, Карин, если люди будут знать истину, им проще будет дойти до меня. Вот когда люди идут со стороны в Бутово, я уже свет не включаю, я уже скоро вывески все спрячу. Потому что тут идут, стоп-аптека, что это? Аптека какая-то, наверное, БАДы торгуют. Кто-то идет, стоп-аптека. Кто это? Да это какой-то эротический салон, наверное. Кто-то идет, стоп-аптека, какая-то чушь какая-то. И тут заходит, это аптека? Нет, это не аптека, это стоп-аптека. Как можно не прочитать стоп? Да, вот как это можно не прочитать? А что вы пишете, тут стоп-аптека, тут как аптека? Я понимаю, это вообще не мой человек, и никогда не придет. И ко мне приходят люди как раз после Ютуба. Потому что, если он зайдет сходу, я ему скажу вот это, вот это, он скажет, это больной какой-то, фанат вообще, сектант, что-то вот это. Потому что он не знает подробностей, которые я тебе рассказал. Потому что я столько подробностей тебе рассказал, ты сама будешь вегетарианкой скорой. Ты сыр, кстати, бросила есть? Меньше стала. Молодец, хоть меньше. Знаешь, почему меньше, а не бросила? Потому что ты его запаслась на месяц, и тебе уж жалко выкинуть дорогой сыр. Меньше месяц. Расти дальше, там, энергию, или наоборот. Каждый раз, когда я уберу руки, я помню то. Хорошо. За мясо теперь ты будешь понимать, почему Женя тоже говорит, ну не ешьте, ребят, мясо. Ну реально не ешьте. Ну если вы реально не можете совладать с этим, ну перейдите на рыбку. Только морскую, потому что речная рыба, она вся с червями. Потому что я сам в деревне рос, я знаю, что такое карасики, я их скрывал. Я видел, что в них в кишках. Ты кишки хоть раз скрывал от рыбы? А я скрывал. Где любопытный был, я скрывал. Хотя жалко было рыбку. Но мне говорили, рыба от бога дается, должна рыбу есть. Хотя рыбу, я на нее сейчас смотрю, в аквариумах рыба плавает. А ситра, например, еще какие-то. Я смотрю на них, они плачут через аквариум. Говорят, выпусти нас, выпусти. Они уже знают, что их смерть ждет. Я просто понимаю, это такой абсурд. Вы думаете, что карась тупой? Или сом тупой? Или щука? А дельфин мыслит лучше, чем кошки и собаки. А кит вообще, он мыслит так, что вообще он умнее собаки. Он лучше обезьяны. Но это же рыбы те же самые. И вы рыбу едите. Значит, вы понимаете, все так абсурдно. Вот ты собачек любишь? Конечно, да. Вот ты любишь собачек, а коров ешь. А в Индии за корову тебя казнят. Потому что коровы священ животным. Ты говоришь, ты смотришь, корейцы собак едят. Ты говоришь, больные люди, ты что собаку жрешь? А индусы говорят, да ты больной, ты что корову ешь? А по сути, это все животные умные. Я не понимал, когда в деревне рос, почему у меня прибывает любовь к животным, я за ними ухаживаю, я их ращу. У меня там пятачок на пятачок отзывается. Он там хрю-хрю меня обнимает. Коровы меня знали, козы знали. То есть куры даже приучаемые их дрессировал. Потом я видел, головы летят, того режут, там это. Они визжат и меня зовут. Но я вообще не понимал этого. Я еще запишу ролик за мясо. Я уверен, кто посмотрит этот ролик, 90% бросит есть. Потому что я затрону не только здоровье, но еще и этические и духовные аспекты, которые травмы откладываются вообще у людей. И каждый узнает себя, когда я ребенком был, буду описывать. Себя узнает тоже. Просто каждый по-своему это переварит. Каждую систему за своему заставит. И опять же, если человек сильно зашлакован, ему сложно что-то донести. Когда человек пьян, ему говоришь, ну скажи ты нормально, он отрод, два, 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 два. Ты ему скажи, а то ты копейка, плипопа летит, он отрод, два, два. Ты ему скажи нормально, а он пьян. Как ты? Скажи, иди прямо, а он там заносит. Ну как ты скажешь, иди прямо? Ну не скажешь, он пьян. Поэтому я просто беру и накладочку. Я не могу одним словом, да, человека восстанавливать. Я понимаю, он злой, агрессивный. Я взял печеночку, прикоснулся, и он спокойный. Он вот этот, я мру, я мру, я мру, я успокойся. Почки прикоснулся, он. Он, а что правда все, я выздоровлю, конечно. И тогда уже начинает он меня слушать. Или у него латит ихронический, он вот там вот этот. Я подожди, я начинаю рассказывать, он начинает зевать, он не слышит. Он там, я не хочу это слышать уже. Я ушки взял, дотронулся. И он начинает слышать Потому что, еще раз говорю Наше здоровье физическое напрямую Здоровье психологическое Знаешь, в здоровом теле здоровый дух Так же, как в здоровом духе здоровое тело Ты же понимаешь По-другому быть не может быть никак А вот ты прикасаешься к людям А вот такой момент, когда ты диагностируешь людей Расскажи, потому что это очень интересно Последний раз, когда вы были И муж твой вот так присел после диагностики И у него вообще вот так И он не устал, он расслабился И ты села вот так Вот так сидела И кого прореагностировал Он вообще в осадке был Когда я пальпирую, диагностирую Чтобы мне понять, что у него болит Я делаю импульс энергетический И когда импульс мой чувствует боль Я уже корректирую эту боль Я ее устраняю, я туда улучшаю кровообращение И мне достаточно одной минуты Дотронуться до всех его болей Которые у него есть Уже произвести огромную стимуляцию И порой люди выздоравливают даже просто от прикосновения Мне надо какие-то более глубокие последствия воздействия Поэтому у меня есть услуга Комплексная диагностика и консультация Где я человеку расскажу все За его питание За его отношения психологические Быстро продиагностирую Без всяких МРТ губительных, УЗИ И так далее, и так далее Я ему все продиагностирую Без всяких анализов мочи и крови Я все скажу даже Кто, что и как И вообще, чего он заболел От кого человека То есть, в принципе, если у кого-то нет возможности Да вы придите ко мне на диагностику Она не стоит таких денег Это стоит дешевле вашего МРТ Но в МРТ вы сделаете одного колена А я вам вообще полностью продиагностирую Но они люди же не верят в это Они же не верят в простые слова Они верят в вас сложные слова А знаешь, в чему сложные верят? Потому что можно Конечно Они все обманутые люди Они идут Они с вами все усложняют Усложняют Когда ему говоришь это просто Он кричит Как это просто? Невозможно Должно быть сложно Потому что никто не хочет правду вообще слышать Вот как те же сказки Сказка ложда в ней намек Добро молодцам урок А тебе смотрите Вот дурак Дураки, дураки Ду, идущий Ра, солнце К, мужчина Дурак Мужчина, идущий к солнцу Солнечный мужчина Поэтому ваш дурак Бабу-югу, стерву Обманул вообще Мегеру вообще Кащея бессмертного вообще Самого главного тирана Наказал Аленушку взял, жены взял, освободил И жили они долго и счастливо А нам дураками выставляют дураков И когда я говорю правильные вещи Мне говорят Да это дурак какой-то Я думаю Хорошо не сказали там Что-то там Ну какое-то плохое слово матное Еще как Говорят дурак И люди даже не понимают Почему они сказали дурак Потому что ихнее святое внутри Правильно дало мне предназначение Да, я Иван дурак Только Евгений Владимирович Похож вот Прическа дурачка Да, там Причесал Как мне говорят Ну то есть Вот как-то вот так вот Все просто от слова роста Главное просто развиваться Не стоять на одном месте Развиваться, развиваться, развиваться То есть Как и прана едения Вот стоит бокал И мне не нужна вода Да, как бы Я могу ее не пить У меня вода уже выделяется Организмом Я беру это с воздуха То есть Когда я просвещаю людей Вот чувствуешь, как ты устал Есть такое, да Ты не просто устала Ты вообще просто Потому что У меня очень сильная биоэнергетика И ты уже Ты не разряжаешься от меня Ты наоборот заряжаешься И ты расслабляешься Потому что ты вся заблоченная Потому что тебе работа очень тяжелая Очень тяжелая Я знаю, что такое корреспондент Я знаю, как ты Ты такая же, как я блогер Я когда выкидываю красивые вещи Мне кажется, люди меня поблагодарят Я крутой ролик Я им помогу А меня троллит там вообще в хлам И то же самое ты Когда ты пишешь репортажи Ты переживаешь И так же и операторы И так же боятся накосячить Еще что-то У нас сложная работа И заблоченная И я пока общаюсь Просвещаюсь Ты расслабляешься А чувствуете Я спать бы легла сейчас Вот Не потому что ты потерял силу А потому что твой панцирь Ты такая заблоченная Вечно не успеваешь Вот это некогда А я тебя взял Расслабил Ты ни о чем не думаешь У тебя проблемы исчезли Вот как бы Вот в таком плане Да Вот Видишь, как это воздействие влияет Какой вопрос ты мне задала Вот я сейчас отвлекся И я вот как-то даже потеряла Саму силу Видишь По диагностике А, по диагностике То же Приходите на диагностику У кого нет возможности Я вас уверяет Даже после минутной Вообще стимуляции И 30 минут Каких-то консультаций Вы многое найдете Ответы реально Чем вы будете годами искать Ищу то, не знаю что А потом, когда вы не находите Вы приходите повторно Они говорят Ну давай отрежем это Наверное это Ты же точно это Мы гарантию не даем Никогда Я ничего не обещаю Он, ну а что делать Болит Ну давай отрежем Отрезал Хоп Еще болит сильнее Постоперационная рана А то так же болит Он говорит Ну теперь, наверное Давай это отрежем Понимаешь И чтобы такого не было Придите ко мне Я сразу скажу Вот здесь будешь делать Здесь вот это Это вот так Это вот так Я найду за минуту Уверяю вообще Эту боль За минуту найду Я найду все боли Те, которые человек Может забыл Может травма Детство Еще что-то Но я точно Из этих всех боли Найду вашу боль Которая вас беспокоит То есть бесспорно найду И я в последнее время Не хочу применять Эти медицинские термины Потому что Раз я создал науку Комплексная физиопрактика И спортивная эргономика Знаешь, я буду создавать Свои термины болезни Как глухой блок, например Как энергетический панцирь Кто-то создал Я перенял, да То есть Я буду создавать Свои термины Какая разница Какая болезнь печени То ли это гепатита То ли это еще запущение Б То ли это вообще Хлам гепатит С То ли это камни Желочном пузыре То ли это дискинезия То ли это гепатоз Или несварение На нервной почве Какая мне разница Задача наладить печень Чтоб она работала Не важно Что в ней сидит Это все понапридумали Чтобы усложнить все Чтоб человек лечил Эту болезнь Вот этими таблетками Эту болезнь Вот этими Но он даже не понимает Что печень Это фильтр обычный Это фильтр Он не может болеть Печень Она просто отфильтровывает Кровь от плесени Это желчь Которую называют Желчный И белорубин А я назвал Первый в жизни человек Я его сейчас назову Это плесень Зеленая Обычная А нам замудрили голову Я вас уверяю Это плесень Это споры грибов Которые отфильтровываются Печень И раз у вас печень болит И у вас камни Образовываются Что такое камни Это то же самое Слизь Спрессованная Потом кальцием покрытая Вот и камни Значит Надо смотреть Что с вашим организмом В целом Потому что Фильтр ваш Засоренный И значит Вам надо органы Наладить все Чтобы они не загрязнялись И печень ваша Очистится за 3 месяца Но камни Конечно Они лечатся Порой годами Я не говорю За них Но удалять Тоже не рекомендую Потому что Это всю жизнь Вы в рабстве Окажетесь Медицины Вам резать дальше Аппендикс Начнут Матку И о плохом Не будем Но кто это все прошел Это все понимает Меня знаешь Как кто понимает Хорошо Кто Кто реально Весь прооперированный И уже приходит Ему говорят Все Мы уже не можем Вот тебе жить Осталось 3 месяца Он когда приходит Или мой ролик Истинно посмотрит Когда я диагностировал Да Человек этого Он посмотрит И он мне ставит лайк И он приходит Говорит Жень Вот что ты все рассказал Все обо мне было Они верят мне Кто говорит Дорого у меня Вот кто приходит Уже короче Который отдал Уже миллионы На химиотерапии На операции Миллионы Вообще все И он приходит Говорит Мне Жень Так обидно Я реально Вот недавно Тому остеопату Или тому хирургу Отдал такие деньги Я сейчас вижу Что реально Есть такая помощь И это относительно Если посчитать За эти деньги Я получу тебе отдал Ты бы из меня Вообще Без дел Сверхчеловека Не просто здорово А супермена Потому что Нет разницы Карина Реально Ты понимаешь В чем патология Вообще Мысли у человека Вот он здоров Значит ему не надо Ни спортом заниматься Ни питанием Ни ко мне ходить Он же здоров А если он больной Значит ему надо А в чем прикол Ты и больной приходит После стоп-аптеки Уходит здоровым А здоровый Если придет Он станет Сверхчеловеком А сверхчеловеком А сверхчеловек придет Он может летать Начнет Мы же не знаем О возможности Если человек Больной Воздоравливает Если например Здоровый Становится еще здоровее Еще активнее Значит нету разницы Или есть все-таки В количестве Вы думаете Что есть предел здоровья Нету А кто знает Что будет Если здорового Реабилитирует По моей методике Ну а обычно Демотивированный Это делает Зачем Вроде как Петух Не уклюнул Как говорится Что-то зуб не болит Что идти тогда А интересно Посмотреть было Если бы здорового Человека И вообще Это прореабилитирует Так Я уверен Он бы выдал Такие результаты Как и физические Как и духовные Как и энергетические Что вообще равных Ему не будет Но они обычно Демотивированные Им это не надо Правильно Вот как-то Вот так вот Мне кажется Что все Очень увлеклись Беседой Потому что Действительно Столько информации Мне хотелось бы Чтобы ты рассказал О своих планах На будущее И мы будем Потихонечку Закругляться Планы на будущее Как ты видишь себя Лет через пять Во-первых Я вижу Я не рассказал С этой водой То есть смотрите Дорога к праноедению Моя Когда я откажусь Даже от воды То есть это в планах Да Это даже не в планах Это в целях Вот Дорога Придет от просвещения Когда я буду Просвещать народ Ты представляешь Сколько я тысяч слов Сейчас сказал Еще ни один оратор Столько не выдаст Слов сколько я И они в принципе Взаимосвязаны Вроде правильные Я много не шпарюсь Не корректируюсь Не готовлюсь Пусть у меня свой сленг Свой жаргон Я военный человек Я боже грубоват Где-то Я спортсмен Я боксер Я чуть-чуть дерзкий Но я есть Кто-то есть Сейчас вот смотрите на меня Вот я такой Вы придете Я такой же буду Или вы хотите Чтобы я галстук Одел рубашечку Такой Здравствуйте Меня зовут Евгений Крутков Я не хочу быть таким Я хочу быть обычным Я хочу чтобы меня видели Человек с моими негативами Позитивом Чтобы понимали Я такой же человек И со временем Я буду просвещать людей Я могу рассказывать О добре О хороших вещах Для человека Бесплатно даже могу Я всех просвещаю Я где-то не хожу Если человек вижу хороший И что-то страдает Я им подскажу Продавцу Или на улице Человеку Или хромому человеку Конечно часто мне говорят Ты кто такой Иди мимо У меня свои мрачи есть Я ооо Зачем я подошел Но все равно Я говорю Больше никогда не буду походить Я все равно советую людям И я вижу себя будущим Я буду просвещать Я вижу много людей будет И я могу просвещать сутками Если человек придет ко мне И будет много людей Готовы слушать мою информацию Я знаю Я знаю Я говорю истину и правду Она проверена Я ничего плохого Человеку не учую Хоть и у меня есть Какие-то свои негативы Но я же не говорю Что это хорошо Я буду рассказывать людям Только правду и истину И что им будет помогать И я когда просвещаю Всевышний мне дает Такую энергию Что с меня пена Со рта идет Не потому что я защелачился Защелачивали Какими-то водами Суперскими Тоже лохотрон по-своему А потому что я Делаю правильные вещи И я делаю добро И за это Всевышний Меня благодарит И он дает мне энергию Вот вы все спотели А я в свитерке сижу А я не спотел Вы понимаете смысл какой? Значит я и не устал Значит я и не потерял Воду, влагу свою Она во мне осталась Всевышний благодарет Дает мне энергию И когда я буду Просвещать весь день Целыми днями Мне не надо есть Потому что я уже Делаю правильное дело И Всевышний меня благодарит За мое просвещение Понимаешь смысл? Я же не требую от людей Что-то быть обязанным Чему-то как-то Иди тому поклонись Или тому Иди неси вот это Вот тебе дай Нежегодно вот это Я ничего это не делаю Я учу людей Тем вещам Которые бесплатные Ему не потребуется денег Для самовосстановления Я учу тем вещам Что очень просто И как говорил Ленин Что любая кухака Может управлять Как говорится Государством Стать президентом Я тоже самое скажу Что любой простой Безмедообразований Это может вполне Помогать людям Лишь бы у него Не было порог тщеславия Где он будет убивать людей Не зная то Что он делает И идти на рожон Конечно он тоже может вредить Но я считаю Если человек добрый Мои знания ему Во вред не будет И он знания подарит Доброту Даже просто Не советуй какие-то вещи Даже поговорив О духовном Как сейчас Будет давать мысль И какую-то уверенность В правильное действие Потому что Я тебе столько Рассказал сейчас за мясо Я тебе столько За спорт рассказал Тебе столько За отцовство рассказал Что чуть-чуть У вас мозги будут меняться Потому что Вы уже причинно-следственная связь Вы уже работаете Вы уже два оператора Два режиссера Значит твои ошибки Будут его ошибки А твои ошибки Будут твоих детей ошибки Я надеюсь Вы не зря сюда попали Вы хорошие в принципе люди Я вижу ваши пороки Каждого У вас чуть-чуть Они разные Но все равно Сегодняшнее посещение Изменится и вашу жизнь Вообще в корень Как и твое С того дня Оно уже меняет Я знаю Что меняет И этот раз Ты приехала Чуть-чуть по-другому Да И по-другому И чуть-чуть по-другому С другим багажом Вот Я не буду уточнять С каким-то чем Но ты приехала По-другому Потому что Кто-то отрицает Мою систему Потому что Я сказал правду Когда-то Но я помог вам Обоим Поэтому Время пройдет И все станет На свои места Потому что Я вижу будущее Каждого из вас И вы скажете Что я Какой-то еще один Лохотронщик Но время все Растает на свои места Потому что Когда-то Смеялись надо мной Там 15 лет назад Как над тренером Что типа Кто это такой Че Да он вообще Там кто Потом смеялись Надо мной Как над массажистом Глумили меня Да Сейчас смеются Надо мной Как над целителем А все смеются Надо мной А они меня поощряют Наоборот Потому что Я понимаю Это мое испытание Воли Гордыни Потому что Тщеславие Я уже прошел Я ничего Никому Ничего не хочу Доказывать Мне медные трубы Уже не интересуют Абсолютно Я не стремлюсь Деньгам Еще к чему В том смысле Я единственное К чему стремлюсь Чтобы реально Когда я умер Чтобы у меня Не поколение Потому что Посадить дерево Там Родить там Сына Дом отстроить Я в принципе Это все сделал Правда у меня Не сына Много дочерей Но Я и сына Значит сделаю То есть Всему свое время Потому что Если они В 300 лет 500 лет Отцами становились Значит у меня еще Есть время У меня 34 года Все у нас Все То есть Я просто Знаю точно Что и хочу Что после моей смерти Чтобы реально Меня вспоминали Так же За человека Врачом Хотя хотел врачом Быть Ну по химии Как-то мне тяжело Было А может И не зря Потому что Я бы был бы Гребнутым Врачом Я бы такие Формулы Изобретал Я бы наверное Сам умер бы Наверное На этих пилюль Я же изобретатель Я же экспериментатор Если люди посмотрят Ютуб Увидят Я экспериментирую Я в мороз Там минус 30 Босиком Хожу по снегу А потом у меня Обморожение Первой степени За 5 минут Ну то есть Я проверяю Что с человеком будет И хорошо Что я прошел Потому что Когда-то Я хотел на психозе В мороз Выскочить босиком Ну с кем-то ругаясь Пойти босиком На остановке Постоять Автобус подождать И я понимаю Что если бы я это сделал Я бы без ног ходил Теперь Понимаю Теперь знаю Что я это не сделаю Потому что При такой морозе Ты что Ты вообще не смотри Кто по снегу ходит Томбировки годами Например Или еще что Или например Повышается температуру тела После моржевания Ну я и много экспериментов делаю На самом деле Много Потому что Мастер должен на себе Все это пройти Чтобы понять Я на себе многое Что прошел Вообще многое 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 Как и в смерти Да Например Я думал Что умру Я Я верю Что не умру Я пойду дальше Короче Я проверял И не умирал Нормально В таком плане Так что Всем спасибо За внимание И вам операторам И тебе Карина Что ты повторно Пришла И кстати Мы с тобой Еще раз увидимся Не сомневаюсь Два 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 раза Точно Увидимся Не знаю Каким Усторительством Возможно По твоему личному Вопросу Сначала А потом Будет видно Суб Скотом Как говорится Субтитры Не оценил Не оценил А знаешь Чем не оценила Потому что Ты пришла Не заведел Сюда Понимаешь И я Когда тебе Дарил знания Я не дарю Что ты Замен Что-то Дала Я дарил Для себя Потому что Я знаю Я еще одного Человека Сделаю Лучше Как и у вас Я так же Сделаю Лучше Хоть Чуть Чуть Но Делал Лучше Хотя Вы Конечно Будете Надо Мною Подсмехиваться Ты Там В школе У себя Ты Там Со Своими Мужичками Умными Вы Все Знаете Вы Умные Я Ничего Не знаю Просто Вы Поймите Что Каждый Знакомый Владей Только Тем Чем Он Занимается Плотно Я Всю Нарыл Че Знает То Я Вам Делюсь Я Не Учу Тебя Корреспондент Быть Хотя Я Тоже Блогер Беру Интервью И Мог Подсказать Кстати Тут Раз Тоже Давал Те Советы Правильно Я Не Учу Вас Как Снимать Хотя У У Нес Самого 350 Видеороликов Ютубе Я Уже Фильмы Начал Делать Не Учу Я Я Только Делюсь Своим Опытом Я Опять Ж От Вас Услышал Вы Мне Посовет Какую Лампу Взять Теперь Как Че Там Лиштяк Лампы Я Понимаю Чем Не Надо Как Отбивка Делается Для Себя Че Ты Взял Я Время С каждым Новым Человеком Беру Его Плюс Обмен Опытом Да Обмен Опыт Как Ж Ходит Но Не Каждый Ролик Записывает Это Потому Что Он Говорит Жень Ну Как Я Могу Это Сказать Уволит Сразу Понимаете Да И Вот Я На Нес Смотрю Я Офигеваю Вот Как У Меня Был Стоматолог Он И Сейчас Пришел Черными Зубами Я Говорю А Как Че Че Зубами Ты Че Вообще Он Говорит Это Второй Обмен Как Надо Это Пить Когда Не Надо Он Конечно Понятное Дело Но Все Равно Перенимает Мой опыт А я Его Какой То Определен Да В таком Плане Ну Как То Так Век Живи Век Учить Как Говорится Каждому Учителю Нужен Свой Учитель Без Этого Другого Никак Не Может Быть Поэтому Всем Спасибо И Всегда Говорите Спасибо Не За Что Потому Что Если Реально Не За Что Ты Говоришь Мне Спасибо Это Спасибо Богу А я Говорю До Меня В принципе Не За Что Я Тебе Хорошую Информацию Сделаю А Если Ты Говоришь Человеку Спасибо И Он Понимает Что Скорыстно Цели Сделал Они Чаще Ничего Не Ответят Потому Что Он Он Поймешь Что Он Что Не То И Он А Такой Может Правда Спас Или Он Скажет Пожалуйста Значит Там Уже Присутствует Признак Числавия Но Вы Опять Будете Со мной Спорить Многие Умные Психологи Что Это Не Так Но Даже Здесь У У У Есть Определенные Знания Там Потому Что Вы Поймите Что Раз Я Такой Просвещенный Человек Ну Может Быть Пускай Мало Просвещенный Как Вы Скажете Но Ко Мне Приходят Разные Черт Мне Нет Разницы Все Люди Все Обладают Какими Плюсами Минусами Я Совсем Беру Опыт Как Они От Меня Поэтому Я Очень Много На самом Деле Знаю И Очень Многие Могу Поделиться Да Ты Веришь Да И Вот Уже Ребята Мне Точно Верят На 10% Верят А Время Покажут Ролики Мои Посмотрят Обычно Так Знаешь Они Открывают Мой Ролик Это Кто Так Что Он Несет Какие Грибы Какие Вот Это Че Вообще Это Вообще А потом Смотришь Они Уже Моим Языком Общаются Меня Лохотронили Тут Уже Свои Создают Центр И Мои Термины И Используют Да Я Так Удивляюсь Вообще Смотрю То Все Реально На самом Деле Так Все Будет Хорошо Все Будет Хорошо Все Просто От Как думаешь Ну 99% Себе Может быть Матери Можно Довериться Точно Секрет По крайней мере Мать Можно Довериться Да Конечно Ты Человек Который Для тебя Жизнь Отдаст Я Сказал 99% Исключение Всегда Бывает Бывает Знаешь Да Вот Есть Поговорки На Тему Так Что Вот Так Вот Теперь Я Чувствую Что Я Удовлетворен Реально На Экстазе Ну Я Понимаю Что Я Готов Вам Множество Информации Дальше Рассказывать Но Ваш Мозг Вы Понимаете Я Выдаю Столько Тысяч Слов В Минуту Ну В Час Что Мозг Нормально Человек Не Воспринимает Первые 20 Минут Вы Воспринимаем Моя Информация Сейчас Наверное Сколько Прошло Минут 40 Больше Даже Больше Час Вот Час 38 То есть Мы Сколько Вырезать Будем А не Хотелось Было Вырезать На самом Деле Можно Все Оставить Надо Подумать Давайте Оставим Потому Что Это Жизненные Ваще Роли Мы Сейчас Затронули Все Аспекты Жизни Я Рассказал Вам Огромную Книгу Я Взял 10 Томов Эциклопедии Миллион Страниц И Выдал Простым Языком Простыми Словами Чтобы Вы Это Поняли Сразу Чтобы Там Вот А Это Вот Это Там Знаешь Вот Все Отсюда Так Замудрят Что Вообще Реально Просто Поэтому Меня И Конкуренты Ненавидят Потому Что Они По Пять Лет Учат Чему То Какому Висераль Какому То А Я Вижу Такую Ерунду Какой Замудрили Это Проще Вот Это Они Ненавидят Потому Что Они Думают Я Хлеб У них Забираю 7 Миллиардов Людей На Земле Ты Вообще Отдумайся Вообще Каждый Человек Придется Его Все Равно К Сему Мастеру Ты Че Что Творишь Что Вообще Че Они Это Это Уже Другая Тема На Самом Деле Потому Что Я Уже Говорил В ролике Истинно Я Сосерия Порок Избавился Но Во У меня Чуть Есть Гордыня Но Гордыня Осознанная Потому Что Я Не Люблю Когда Противоречит Тому Когда Я Говорю Правду И Истинно То Что Выставляет Меня Лжецом Хотя У них Даже Нет Доказательств Каких Просто Слова И Мне Очень Печально Как Я Сказал В ролике Истинно Что Я Не Могу Вас Взять Оттуда С Экрана И Посадить Карин На Твое Место И Посмотреть В глаза И Послушать Ничего Ты Не Расскажешь Ничего Ты А Вон Там Ты За Той Камерой Ты Самый Умный Великий Ну Тоже Твоя Реализация Определенная Но Не Бо Плохо Как Говорится Я Всегда Так Говорю Ты Будешь Заканчивать Треть Да Я Очень Хочу Еще Это Просто Необходимо Напутствие Для Тех Кто Например Только Начинает Путь К Здоровью Потом Может Заканчиваем Напутствие Да Не Заходите Проходя Мимо Ко мне Сразу Идете Мимо Стоп Аптеки Найдите Мой канал Ютуб Прутков 01 Найдите Посмотрите Мои Видеоролики Не Задавайте Мне Вопросов Сразу После Первого Ролика Как Выскочки А Вот Это Как Вылечить Посмотри 350 Роликов Я Всю Жизнь Этому Учился Возьми Себя В руки Посмотри Хотя Бо Ролики А Потом Задавая Вопросы Да Как В таком Плане И Когда Ты Ролики Все Посмотришь У тебя Вообще Может Быть Вообще Необходимости Не надо Будет Ни Медицины И Даже Ко Мне Не Надо Будет Идти Или Вы Ко Мне Придете И Вы Реально В два Раза Быстрее Красавее Будете Здоровее Так Сказать Потому Что Уже Все Поймете Чего Рассказ Или Вражеву Час Начну Каждый Ролик Часами Пока Вы 300 Раз Хотел Посмотреть Этот Ролик Он Тоже Будет На Моем Канале Ютуб Со Своими Ставками У вас От Журнала Свои Ставьте А у меня Свои Ставьте Вот Поэтому Напутствие Главное Верьте Бога Главное Трудитесь Смотрите Мои Ролики Верьте В Самое Главное Самое Главное Трудитесь Трудитесь А может быть Еще Главнее Вообще На самом Деле Еще Главнее Я Промолчу Приходите Я вам Расскажу Пусть Это Моя Изюминка Чуть Останется Потому Что Я В Метак Дал Столько Инфу Сколько Вам Не Каждый Вообще Это Даст И Наверное Никто И Не Доволен Вот Ну Завершай Диалог Жень Спасибо Большое Я Смотрели Наш Ролик До Конца Меня Зовут Гришина Карина Из Кью И Со Мной Работал Александр Алекс Всем Спасибо И Мою Врезочку Теперь Как я Говорю С вами Был Протков Евгений Подписывайтесь На Мой Канал И Ставьте Лайки Обязательно Операторам И Карине И Мы С Кариной Ух Ты Ты Смотри Как Она Любит Пригубить Я Всегда Всегда Делюсь Своим Счастьем И Мы С Кариной Выпьем За здоровье Вас Наших Близких Наших Гостей Чистой Аж Два Вот Вот Это Я Понимаю Выпить За здоровье Женя Заметила Что У тебя Здесь Много Разных Интересных Вещей Может Быть Это Подарки Расскажи Пожалуйста Про Эту Картина Мне Кажется Здесь Люди Изображены С Твоей Фотографии Здесь Такая Очень Интересная Картина Со стороны Кажется Просто Картина Фоновая Если Поближе Посмотреть То Увидите Что Каждая Ячеечка Каждая Матрица Каждая Точка Это Определенная Картина С моими Учениками И гостями Стоп Аптека Действительно Друзья Мои Представляете Каждая Каждая Тут Буквально По 2 Миллиметра По 3 Маленькие Люди Голи Это Подарили Мне на день Рождения Здорово Вообще У меня Очень много Разных Поделок Есть Ручных Подарков От людей Не хуже Чем Даже В поле Чудес Это Точно Слушай А вот Там Таблетки Я вижу Это Что Так А вот Здесь Такие Очень Такие Интересные Таблеточки Это Была У меня В гостях 2 Года Назад Елена Рита Так Елена зовут Она Из Финляндии Рита Фамилия Вот Елена Рита Как Интересно И Вот Я попросил Чтобы Она Мне Подарила Раз Она Неделя У меня Была 10 Дневная Мы Сэкономили Таблетки Она Сказала Лен Подари Мне Пожалуйста Таблетки А я В рамочку Повешу Кстати Об этом Тоже Есть Ролик Вот И Пожалуйста И Теперь Вот Эти Таблеточки Висят Как Трофей Елена Рита До сих Пор Не употребляет Таблетки Уже Почти Два Года Все Хотя Уже Финка Но Русских Хватает Во всем мире Как говорится Так что Вот Так Вот Видите Недельная Порция Была Два Года Это Победа Не Принимать Таблетки Представляете Друзья Вот Да Все Реально Все Просто От слова Рост Точно Что Нибудь Еще Есть То Что Тебе Больше Всего Может Запомнил Какой Ценный Подарок От Идеи С которыми Ты Работал Каждый Конечно Я просто Не могу Нахваливать Каждый Подарок Потому что Подарков Много И даже Вот Это Сибирская Правка Для Вот Этого Я же Не могу Сказать Что Это Лучший Или Худший Подарок Сибирская Правка Например Поделка Это Наталья Своими Руками Или Христос Воскрес Здесь Были Даже Пасочки Это Мне подарил Валера Гранков Ученик Кстати Он Это То же Самое Делал Чем угодно Кстати Тоже В кино Он Вообще Конкретные Спецэффекты Делает Такого Человек Вот И Очень Много Даже Вот Этот Вот Это Подарок Ручная Работа Понимаете Можно Подробно В зависимости От того Какой Человек Чем Он Занимается Он Как Был Свою Ручные Труды Вот Присылает Также Свитера Надежда Кудашкина Мне Присылала Вот Вязаные Все В таком Плане Я Не могу Просто Всех Перечислить Просто И Нехорошо Кого-то Забыть Всем Спасибо Я Очень Рад Особенно Когда Это Вложен Труд Когда Это Держишь Все И Понимаешь Что Ручной Труд Это Реально Круто На самом деле Это Просто Меня Вдохновляет Эта Энергия Вообще Я Заметил Что Такие Дарят Подарки У меня Понимаете Очень Много Не Обязательно Ручной Труд Вот Например Архангель Михаил Какой он Красивый Это Света Чем Торел Дарил Вот Если Взять Вот Эту Вязочку Это Людмила Ко мне Приезжала Красота Ручная Работа Стоп Аптека Она Выложила Там Зернышками Все В таком Пламе Но Очень Много Подарков Много В разных Комнатах Все Это Находится Вообще Люблю Подарки Как Якуб Очень От подарков Не отказываюсь Особенно От Ручного Труда Вот Какие Талантливые Люди Приходят К Евгению Пруткову Хорошая К хорошему Тянется Как и Наш Оператор И наш Корреспондент Очень Приятно